МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый день, выходя из дома, хотим, не хотим, мы становимся участниками движения. Каждый день город и его дороги предлагают нам непредвиденные ситуации. Как не попасть в ненужную и с честью выйти из той, в которой уже оказались, поможет разобраться наша программа. Каждый водитель по-разному представляет себе, как происходит рабочий день инспектора ГИБДД. Честно говоря, я тоже не в полной мере представляю, как этот рабочий день проходит, что делает инспектор в течение дня. И для того, чтобы полностью погрузиться в ситуацию, сегодня мы присоединимся к одному из экипажей и целый день проведем с ними. А вам покажем. Я Александр Холодов, вы смотрите «Автограф». Как все мы знаем, правозащитник Александр Холодов стоит на страже интересов автомобилистов уже много лет. В каждом выпуске программы «Автограф» Александр Холодов будет разбираться с одним из многочисленных вопросов, возникающих перед всеми участниками движения. Решать какую-то насущную проблему, объяснять и трактовать, прибегая к помощи осведомленных экспертов. И все это для того, чтобы у вас, дорогие зрители, было как можно меньше белых пятен на персональной автомобильной карте. Рабочий день любого инспектора ГИБДД начинается с инструктажа. Посмотрим, как это происходит. На проезжей части незаконно размещаются торговые объекты, используются механические транспортные средства, в том числе легковые автомобили и фургоны. Размещение транспортных средств на проезжей части, в том числе на полосах разгона, создает аварийно-опасную ситуацию, угрожает совершением ДТП с тяжкими последствиями. На основании изложенного, с целью пресечения противоправных действий, привлечения виновных лиц или усмотренных законом обрядов, инспектор ГИБДД представляет государство, поэтому у него должен быть идеальный внешний вид. Вот такое вот большое зеркало находится в подразделении, для того, чтобы каждый сотрудник госавтоинспекции мог проверить, что его форма соответствует действующим нормативам. Какие инструкции дают? В принципе, практически ежедневно, труд одно и то же, да? Да, ознакомливают с угонами, которые произошли за день в городе и области. Также направления работы, которые могут измениться. Вот, например, были каникулы, а особое внимание детям было уделено. Хотя и в любые другие дни перевозка детей отмечается на контроле. Также операции, связанные с оружием, с госномерными знаками направленности. Задачи вам ставят какие-то, правильно, с утра. Вот вы будете стоять здесь. Для чего стоять? Мерзнуть просто? Нет, выявлять административные права нарушения, обеспечить пропуск потоков. Иногда здесь большой поток, вечернее и утреннее время. То есть площадь завязывается. Приходится вручную регулировать. Приходится вручную регулировать, да. Сегодня у меня по графику идет обеспечение подмены личного состава, находящегося на КПМе на Пулковском шоссе. Также могу сместиться по заявлению граждан в неизвестном направлении. Если что-то произошло, вы можете... Совершенно верно, да. Часто смотришь на машины, которые едут с признаками уже изначально административного правонарушения. На данный момент это из-за погодных условий. Грязный номер, да, не видно. Люди ленятся обозначать его. Добрый день, инспектор Куйцов. В отделе батальона номер один. Документы на машину водительское. Будьте добры. Ну что я могу сказать? Сообразительные. Вспомнили про ремень безопасности. А я откручу только что. Дальше управляем транспортным средством на данный момент с признаками административного правонарушения. Номерка не видно. Вообще, да? Ну что-то да, присыпало его. Давайте я его присыпаю. Это я просто присыпаю на среду. Снегом, так сказать. Давненько, видимо, присыпало. В новогодние дни еще. Давненько. Когда вот этот прибор стал у вас в дозор, водители иначе стали реагировать? Слушайте, да, очень хорошая штука. Во-первых, дисциплинируется большое количество граждан. Они обращают на это внимание. Следят за своей речью. Если вдруг произойдет авария, вот где-то прямо здесь, на ваших глазах, нужно будет вам реагировать? Ну, не сильно авария. Буквально там один автомобиль поцарапал другой. Или это местная районная гайка? Нет, это наша трасса. Поэтому экипаж приедет оформлять по заявке только, когда она пройдет по 112. В данном случае мои действия – это подойти, объяснить людям, как и куда убрать машину, сфотографировать повреждения, сфотографировать, как это произошло. И желательно убрать машину с проезжей части дороги. Я могу убрать ДТП, но я не могу вынести постановление, либо иные какие-то процессуальные действия совершить. На данный момент причина вашего беспокойства – статья 12.16, часть 3. Движение в данном направлении по улице Галсяна запрещено. О чем висят знаки, информирующие водителя до перекрестка. Улица одностороннее движение имеет. Прямо смотрим, пожалуйста. Пешеходный переход и знак окончания дороги с односторонним движением. Машинка Анна, 3,32, Константин Владимирович, 190,000. Какой до этого он на Дженики-то? Да, здесь чем. Каким образом определяете, какую машину остановить? Это есть только иномарки? Нет, но некоторый модельный ряд, он изначально уже в зоне повышенного риска. Те же Hyundai Solaris, Kia Rio. Угоны, да? Да, по количеству угонов. А есть вообще такое, что у каждого инспектора свой секрет, какие машины останавливать, какие нет? Или это такие уже сказки? Ну, я думаю, больше все-таки интуитивная работа. Иногда бывает день спокойный, какую бы ты машину не остановил, и нарушений нет, и замечаний к водителям нет, и общение хорошее. Бывает как-то день дурака, наверное. Магнитные бури? Магнитные бури, да. Да, то есть ты останавливаешь машину, полное недоразумение с документацией, также с водителем какие-нибудь нехорошие подозрения. Что мы будем делать? Сейчас мы поем на Попылковском шоссе, на пост СП-3 КПМ, чтобы инспектора, которые там находятся, могли сесть пообедать, потому что они там с 7 утра. Информацию дам в дежурную часть о том, что смещаюсь с данного поста. И подъедем, люди поедут кушать. Мерное пометие 1227 убывает на СП-3 для подмены. На площади той же самой Победы, когда водитель остановился, вышел из машины, подошел ко мне и спросил дорогу, как ему правильно проехать до Москвы. И был задан вопрос, а почему за рулем? И человек только тогда понял, что он не прав. С его слов, он вечером посидел в гостинице Полковская, лег рано спать, зная, что завтра выезжать ему в дорогу. Но ему стало ночью плохо, и он ничего умнее не придумал, как выпить немного еще водки. И после этого подъехал к инспектору спросить, как ему с утра ехать в Москву. Я хочу сказать, что это редкие единичные случаи в последнее время. То есть если сравнить 10-летнюю практику и сейчас, потому что в состоянии именно алкогольного опьянения людей очень редко попадается. То есть это из категории те, которые уже сами идти не могут и едут в магазин за второй. Попадают в наркотическом опьянении, и большая категория граждан отказывается проходить медицинское свидетельство, я как понимаю, по данной причине. Категория женщин за рулем, она больше пытается по человеческому фактору уйти от ответственности. Виноваты все вокруг, но только не она. Согласно заданию, следующая точка нашей остановки – это пост ГИБДД. Именно здесь предстоит работать нашему экипажу, с которым мы сегодня проводим весь день. И задача основная – это подменить ту смену, которая работает на посту на время приема пищи. Сегодня мы присоединимся к одному из экипажей и целый день проведем с ними. Инспектор ГИБДД представляет государство, поэтому у него должен быть идеальный внешний вид. Если вдруг произойдет авария, вот где-то прямо здесь, на ваших глазах, нужно будет вам реагировать? Ну, не сильно авария, буквально там один автомобиль поцарапал другой. Что мы будем делать? Сейчас мы поем на Популкасскому шоссе, на пост СП-3. Категория «женщин за рулем» – она больше пытается по человеческому фактору уйти от ответственности. Пост ГИБДД. Многие водители видели его только снаружи, но мы идем внутрь. Каким образом происходит смена вообще на посту? Я сделал доклад в дежурную часть о том, что смещаюсь. Вот инспектора сейчас закончат свою работу и пойдут на обед. Мы останемся здесь. Работа на посту отличается от работы, где-то условно говоря, на улице, да? Да, конечно. Принципиально. Принципиально то, что у тебя здесь все есть. То есть тебе не надо запрасывать дежурную часть, ты непосредственно видишь все нарушения участника дорожного движения. Также есть оборудование, которое может проверить подлинность агрегатов в транспортном средстве. Ну и условия, я думаю, лучше, да, что здесь можно там отойти в чашку чая выпить, и все замерзло. Ну, да, вот поднялся на пост, и уже в тепле находишься. А вот это вот постоянное тепло-холод, тепло-холод, от этого не болеют люди? Или уже привыкли все? Я думаю, привыкли. Если ты будешь наблюдать из-за окошка, работы не будет. Приходится все равно витебинар. Да. Какие-то случаи интересные были, пока здесь работа? Ну, по-ступ. Ну, бывают, а люди не хотят останавливаться. Начинают уезжать, все уходят на кат. Если останавливаешь, то когда ты осуществляешь преследование транспортного средства, в голове совсем другие мысли, а не то, что у человека закончилась страховка. И по этой причине он просто решил не остановиться, чтобы не платить штраф 400 рублей. и 700. Получается, что думаете, что угонщик уже? Думаю, да. Одно, адреналин у тебя в крови, а по факту оказывается, что элементарно какая-то глупость. Выявляется и машина в розыске, и машина с ДТП. База хорошая, даже иногда доходит до смешного, что машина с ДТП за 15-й год. И до сих пор никто ее не останавливал, ни разу никто ее не снимает с ДТП. Ну, и лица, которые незаконно находятся на территории Российской Федерации. Как вам можно обращаться? Как хотите. По имени-отчеству хочу. Владимир. Владимир, документы есть? Конечно. Будьте добры. А вот кокосы нет, забрал. У нас фамилии одинаковые. То есть отец. Да. Все, похож. ДИВДД давно работаете? С 2004 года. Вот с 2004 года автопарк изменился. Есть такое ощущение, что другие автомобили остаются? Слушайте, полностью поменялся. Если раньше стояла классика у нас на обеспечении «Жигули» и за редким исключением «Ниссан», то сейчас мы видим, что новые «Шкоды» и «Форды». Кокосы тоже есть. Без этого никуда не деться. Это же российский автофрок. Почему у машины ГИБДД такой чистый, опрятный вид? Как это происходит? Потому что мы работаем над своими ошибками и показываем другим участникам дорожного движения, каким должен быть автомобиль. Помимо всего прочего, у нас в подразделении присутствует мойка личная. Кто моет машину? Сам инспектор. Каждый день? Ну, не буду говорить, что каждый день, но через день передать напарнику автомобиль по смене чистым, это как бы обязательно. Здравствуйте, инспектор Куисов, отделный батальон номер один, документ на маршруту, водительская, пожалуйста. Второй раз на сегодня здесь, по-моему, это часто. Второй раз, но что-то, видимо, одного раза в воспитательной профилактической беседы Максим Викторович не ограничились. На минутку выйти, пожалуйста, причину беспокойства поясню, расскажу. Ну, вот как-то вот этот подводный камень. А, нет, тормозили не из-за этого. А у нас мероприятие чистый автомобиль, чистый госномер. На пять минут побеспокою. Суть в том, что я устранил недостатки. Не могу быть свободен. Ну, так вот, по правилам. По правилам в письменной форме вынесу вам предупреждение и пойти дальше. Согласны? Да, выносите. По штрафам как дела? Да там есть наверняка. Присядьте пока, по базе посмотрю. Вы просто с коллегами договариваетесь, что когда кушать пойдет? Или это определенный график или там руководство решает? Ну, в основном, либо заранее договоримся по отмене, по времени. В данном случае сейчас удадут, мы поменяли экипаж. Либо по звонку. То есть, например, человек остановил нарушителя, и с этим нарушителем он занимается. То есть судебный материал, например, у него появился. То понятно, что обета не будет. То есть пока он не закончит все свои действия юридические, административные, то ни о каком обеде и речи быть не может. То есть по факту уже он созванивается со своим ответственным. Либо с тем экипажем, который должен его поменять, он об этом знает. Происходит подмена личного состава. Вот уже ваши коллеги приехали, которых мы подменяли. Я так понимаю, что теперь наша очередь поехать пообедать? Совершенно верно. Поедем пообедать. Сейчас, пожалуй, самое приятное в нашей сегодняшней поездке. Это проверка одной из легенд, одной из городских легенд о том, что если где-то сидят и кушают инспектора ГИБДД, значит, в этом кафе недорого, вкусно и точно не отравитесь. Проверим. Согласен, да. Многие даже говорят, что там, где кушают инспекторы, можно всегда покушать и не будет никаких последствий. Но я так понимаю, что у вас... Я даже сам по трассе еду куда-нибудь, там, в деревню, еще куда-то, тоже в Вологодскую. Если я вижу, что у кафе стоит патрульная машина, либо подмашина, ну, служебная, я смело там остановлюсь и покушаю. Вообще, у сотрудников ГАИ какие-то скидки, может быть, есть, когда-то постоянным клиентам что-нибудь здесь? Слушайте, ну, здесь бизнес-лач, он вот так недорог. Нету таких каких-то особых, да, привилегий? Ну, таких особых привилегий нету. Юль, вот сколько у нас бизнес-лач будет стоить? 250. 250 рублей. Первое, второе, третье компот. Были случаи такие, что вот сели покушать, и вдруг там срочно тревога, надо все бросать, бежать, фонт проследовать? Да. Такое бывает? Конечно. Постоянно на связи, то, что у тебя час времени личного, это не значит, что ты вышел, отключил телефон, отключил рацию и занимаешься своими делами. То есть могут подать тебе еду, ты только воткнул вилку и уже побежал. Это когда какие-то погони, что-то? Ну, либо преступный транспорт, либо еще какое-то мероприятие проходит. То есть ты находишься в районе поста и слышишь по рации, что машина двигается от точки А в точку Б, а ты находишься посередине, то приходится принимать меры. В детстве кем мечтали стать? Сразу инспектором ГИБДД работали? Нет, я хотел быть моряком. А как так получилось, что стали инспектором ГИБДД? Ну, отслужил в армии, потом стал работать в охране. Параллельно учился в Московском государственном индустриальном университете. И по окончанию получения высшего юридического образования, не могу даже пояснить, каким образом, но попал в ГАИ. В принципе, работа нравится. Коллектив душевный. И я бы хотел сказать, что вот это... Не хочу про подвиги никакие рассказывать, но то количество адреналина, которое иногда получаешь на работе, в принципе, я думаю, для каждого мужчины немаловажно. Ну, вот сегодня непосредственно ничего не произошло. День спокойный, уравновешенный. Ну, а так вот, наверное, не буду оригинален, но часто обращаются люди, которые попали в какую-то ситуацию, и когда им надо срочно куда-то передвигаться, но по причине заторовых ситуаций в городе они этого сделать не могут. У нас Московский проспект в часы пик загруженный, я думаю, все это знают. Покус, конечно, шоссе тоже. Самое такое незабываемое, когда связано, например, с беременной женщиной, когда ты понимаешь, что, да, действительно, никакая скорая уже не успеет подъехать, и люди садятся к себе в машину, и ты с маяками по трамвайным путям едешь. В ближайшие, это у нас, я как понимаю, от Женикиза. Личное время закончилось, поэтому пора приступать к выполнению следующего задания, и по разнарядке опять мы находимся на том же самом месте, площадь около Московского шоссе, около Пулковского шоссе, и здесь несет в службу тот экипаж, с которым мы сегодня проводим целый день. Остановлен автомобиль, это лонграузер, автомобиль в зоне повышенного риска, в ходе осмотра была выявлена перевозка детей до 3-5 лет возраста, на заднем сиденье, без кресла, не пристегнутые. Будет составлен материал по статье 12.23.3, так как в салоне один взрослый, находится папа, из автомобиля выходить он не обязан, и не надо это делать. Материал составлю, подойду, ознакомлю, под оборудование дозора, ознакомился с статьей 51, Конституцией Российской Федерации, статьей 25.1, КРФ и БАП также довел. Прошло 12 часов, смена закончена, и инспектор ГИБДД направляется для того, чтобы сдать все материалы, сдать все приспособления для работы, рация, оружие, все прочее. Но рабочий день еще до конца не закончен. Впереди разбор полетов. Какие впечатления о дне? День хороший, спокойный, выходной, транспорта немного, народ адекватный. Никто не пытался сбежать? Нет, все лояльные, все довольные, никто никуда не опаздывает. День нормально прошел, да? Спокойно, самое главное. Смена закончилась, но работа еще не прекратилась, нужно проверить все материалы, нужно подвести итоги, нужно отчитаться перед руководством за проделанную за день работы. А завтра точно такая же смена, тоже 12 часов. Пришло время подводить итоги. Можно по-разному оценивать работу ГИБДД, но сегодня, после целого дня с инспекторами, я могу сказать одно абсолютно точно. Это очень непростой труд. Вы смотрели автограф, я Александр Холдов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова